Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Скажи, вот так и так, вот так и так. Чего нет в Библии твои слова? Пожалуйста, объясни. Объясняю. Когда пишут, то говорят, Давид сын Исея. Сын Исея. По-нашему, Давид Исеевич. Мы скажем, так это о пророке, о Псалмопевсе. Ничуть не бывало. Давида злословец семей, запятая, сын Геры. Семей Герович. Я был в Латвии, мне там паспорт выдают, и там не написано Тихонович. А Игнатий, Игнатий Делс, то есть сын Тихона. Сын Тихона. Так что это общепринятое библейское. Я вам повторяю. Упоминание отца показывает, как идентифицируют его от других, от этого имени. Вот, допустим, Игнатьев много. Тихонов найдешь. Но Игнатий Тихонович, я один на весь эфир, на весь интернет. На многие миллионы я один. Вот если вы зарядите сейчас Михаил Гордеев, вы таких найдете несколько тысяч. И Игнатий Латкин один. Почему, я не знаю. Вот поэтому так принято, и по библейскому принято, и по святым отцам упоминается отец. Иоанн Златоуст мы говорим, а у него отец был секунд. Иоанн Секундович. Теперь, если мы говорим о Богородице Девы Марии, ну мы знаем, кто в ней. Отец Иоаким. Мария Иоакимовна. Если говорим об Иоанне Крестителе, отец Захария. Иоанн Захарович. Ничего в этом нету противоречащего священному писанию. Да и так понятно, это принято, это знак уважения. Младший, старшего так называют. Так принято в Туркмении, так принято в Латвии, в Прибалтике, в Швеции, во всех странах. Не так, что запросто. А вот ты с пес смердящий. Ну ты знай про себя. Так не обращаются к человеку. Второе. Вы говорите, вот обращаются на вы. Не принято так. Правильно, по священному писанию такого нет. Но уже в истории русского человека мы встречаем. Царь Николай подписывает. Мы, запятая, император всея Руси. Теперь слово вы пишется с большой буквы. Так принято в немецком языке. Так принято в русском. Я не знаю остальные какие языки. Это вежливая форма. В Библии не написано, пожалуйста. А мы обращаемся к человеку и говорим, сиденье. Освобождаю, говорю, пожалуйста, садитесь. Мы не можем вогнать все это в рамки трехтысячелетней давности. Как тогда было. Тем более, это другой менталитет у народа был. Вот я поэтому говорю, что относительно вы и относительно слова пожалуйста, да и другие слова. Вот какой ответ. Ничего в этом нет не оскорбительного. Если я скажу вы, слушайте, Михаил Федорович, а вы там были, то есть этим я показываю знак уважения. Михаил Федорович, ты там был, я скажу, если был, я скажу, я был. Я общался очень много с американцами. Они говорят, ты. Они меня звали и во всей Америке меня знают. Миша, Миша, все, все. Высокий человек, Боб, ну Роберт, а Боб, все. И не надо, и мистер не говорят, и вообще ничего. Мистер, это там в Англии, там у них как перед королевой выдергивается, то, что она там это приняла, это все. А в Америке, американцы, все там, кто на американском говорит языке, не поминают вы. Говорит, ю, ты, Миша. Я там был, потому что еще у нас в организации был еще Миша. Тот моложе меня был, ну молодой. Тот, чтобы не путать, значит, писали Миша Янг, это Миша молодой, а я Миша олд. Миша старый, пожилой. Старого у них нет, а пожилого возраста. Вот и все. И прекрасно, я был доволен. Они у меня Миша, Миша, все, отлично все. Ну, когда в них шли у Федоровича. Майкл, Майкл. Ну, Майкл, да, Майкл, ну это ж... Ну, Рад, вопрос закрытый, ничего тут нету такого. Да ну нет, ну если человек хочет, вот я, допустим, хочу, чтобы, ну вот, Володя, ну хороший, я боюсь вот говорить, брат, потому что ты сейчас мне скажешь столько всего, и я это принимаю, вот, а я бы говорить хотел бы брат Володя, брат Игнатий, да, допустим, все это... Вот, с Валентины я когда говорил по телефону, у меня еще по старой привычке выскакивает сестра Валентина, потеряю, вот ты знаешь, то есть Петеримова. Петеримова. Вот, я чисто тот человек, который я, когда родился в баптистской вот общине, и ты прекрасно знаешь Алексей Дмитриевич, ну его звали так, ну и я звал Алексей Дмитриевич Пресвитер, ну вот и все. Ну я там родился, и вот этого рождения у меня никто отнять не может. Ты можешь хоть сколько говорить, рождены вы свыше, да там не тот не рожденный, рождены вы свыше. Я, допустим, я прекрасно знаю, когда я услышал Священное Писание, Библию, и когда услышал проповеди, бамдийских проповедников, я был просто поражен, думаю, как это я не знал, и как это все. И вот это все я воспринял, так вот, с первого дня я бросил эту пачку, которая у меня была, а Лена Прокопьевна, ну, теща моя говорила, ну, ты придешь в собрание, можешь не курить, вот там, ну, пока в ограде. Я говорю, ну, конечно, а потом я из ограды вышел и выбросил, и вообще не курил. Не стал курить, бросил пить, я пил, ты же знаешь, но я пил до этого все. А потом ничего у меня не было. Это продолжалось где-то год или полтора. Вот такое было у меня все. Так вот, у меня мысли о рождении свыше в любой, в любой деноминации, религиозной ассоциации можно родиться свыше, услышав слова Отца Небесного, Слово Божие, что есть истина, и который человек услышит это, он может воспринять. Но потом, потом, я не знаю, что. Я помогу сказать про себя. Я, допустим, когда понял, что у баптистов, я же очень, ты прекрасно все знаешь историю, да, я хотел быть проповедником. Я с женой разошелся только лишь потому, что было в Библии, в Евангелии написано, если жена не хочет жить с мужем верующим, то не связан брат, он свободен. Я понял это чисто, евангельски, без научения. Сейчас я этого бы не сказал, потому что я знаю святых отцов, слышал очень много, много, ну, тому человеку, которому я прислонился, ты свои ролики сказал. Ну, вот сейчас прислонился к Осипову там. Осипов для меня очень интересно говорит, очень все это понятно. И очень для меня понятно, я, может быть, переброшусь через немного, да, о Царстве Небесном. Вот чем дело-то. И он говорит настолько убедительно, и он говорит, просто в лекции своей, он говорит, ну вот, ну кто тут, ты знаешь, тут святые-то есть. Ну, говорит, может быть, я вот как, ну, богослов, профессор, и прочая духовная академия, ну, еще тут, может, найдется два-три человека. А кто еще святые-то? Естественно, все молчат. Он говорит, ну, в миллионе, в мире-то сколько православных? Ну, два-три миллиона, может быть. А сколько из них святых-то, которые наследуют Царство Небесное? Ну, может, сотню наберется, может, ну, тысяча, ну, может, сто тысяч. А два миллиона девятьсот, куда пойдут? В ад все. А зачем Христос приходил? Он говорит, я пришел спасти погибших, погибающих. Всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. А это уже другое, там, вот, допустим, там, как головешка из огня, из костра, спасется он или нет? И, допустим, осень Погота очень хорошо говорит, что, и даже в Библии написано, страшно впасть в руки Бога Живого. Так вот, я это тоже помню, и я думаю, по грехам нашим нужно отвечать будет. Вот, допустим, у меня сын сейчас умер, 14 лет пролежал гемодиализ у него, да? Он дошел совсем, вот, встал как спичка. И умер ночью, в два часа ночи, все. Жизнь его до этого была и в семье, и так, все плохо. Ну, ни христианского, ничего не знал. Но потом я ему говорил, я говорю, Саша, вот так и так. Я говорю, ты знаешь, что вот все-таки это вера православная, батюшка, потом это вот крещение можно принять. Даже здесь ты больной, можно прийти, принять крещение. Он принял крещение, исповедовался, причастился. Ну, и тем более, потом я ему говорил, ты читай молитвы, ты вот запомнил, он это нет, он там телевизор смотрит и смотрит в круглые сутки. Ну, и все. Куда эти люди пойдут? Им, вот через Осипова, я понимаю, что им приоткрыта дверь, потому что все во всем. Иоанн Златоуст там говорит на проповеди, на службе на воскресенье Иисуса Христа. Смерть побеждена. Вот в чем дело так. Будут страдания, но не вечные. А вот то, что в Ветхом Завете написано, вечное страдание, вечно там, рад, вечно. Но там же написано, через, на 50-й год свободен. Но если не хочет, может еще остаться там прочее. Ну, то есть, вот это вот. Но, это я понимаю, вот я тебе сейчас скажу, простому народу, конечно, говорить так, что, ну да все потом пойдете в Царство Небесное, все будет, все во всем. То есть, Господь будет присутствовать и все вместе. Тогда, естественно, может человек такой бесшамашный, подумать, да, в чем мне тогда там, я буду делать, что хочу, а потом все равно же это, ну, немного потерплю там, не мытарство, там, что-то еще больше. Он согласен на это, да, я немного потерплю, но здесь буду жить, как хочу. Но Тосипов говорит, вот при, в тюрьме, а, в фашистских, за стенках, там, когда допросы там проводили, и один врач такой был, который, значит, это, к нему страшно было попасть, он зубы вырывал безо всего, просто так испытывал, как человек поведет себя. И вот некоторые военнопленные, они, значит, при случае того, что его вызывает врачок к этому, он падал в обморок. Вот в чем дело, да. Ну, человек, наверное, не знает, какие мытарства ему против, из-за этого рассуждает. Ну, значит, спасется все равно, как бы из огня. Вот и все вот так. Ну, я уже тут начал много говорить эту тему-то. Я хотел тебя спросить-то только совсем маленько и проверить канал в связи. Вот в чем дело, да. Хорошо. Хорошо. Вот. А насчет этого я убежден, просто это мое, ой, тоже, опять же, Осипов говорит, не говори, что ты там убежден, ну, что ты настаиваешь, что ты, что ты есть, я никто. Мне так кажется, можно так сказать, что искренне поверующий, поверующий, искренне воспринявший Святое Писание, Библию, Евангелие, человек и последовавший этому, что ему говорили, по-моему, он возродился. Потому что я на себе, я точно знаю, что я возрожден. Но стихия мира всего, и сатана, и прочее, и все такое. И вот, когда мне обрубили эти концы в Москве, когда я узнал, что все пресвитераты связаны с КГБ, вот в чем дело-то. И почему это меня здесь в общине отпустили, сказали, свободен, и может жениться там, прочее, вот теперь свободен. Пресвитер сказал мне, я верил ему. А там пришло письмо, и, значит, там читают, нет, не примем, за 101-й километр можешь там быть членом церкви в Москве, нет, в московской общине. И вот, библейскими курсами руководил ой, старый еврей, подожди, 8, нет, ну, неважно, сейчас я не могу вспомнить. Ну, и думаю, мне не светит это, библейские курсы нельзя, значит, все. И вообще, там, раз не член церкви, причащаться нельзя, участвовать в хлебопреломлении, скажу правильно, значит, я не участвовал в хлебопреломлении, а Любовь Петровна, которую ты прекрасно знаешь, она, значит, за антиморальное, за моральное разложение, там, прочее, все, значит, поставлено на замечание. То есть, тоже лишена хлебопреломления, участвовать в хлебопреломлении. Вот, что же получилось-то. И куда мне было деваться? А никуда. Да пошли вы все чисто по русскому обычаю, по состоянию моей души. И тем более, у меня все это недалеко. Я бросил-то совсем недавно. Опять взял, поднял, да и пошел. Вот и все. Вот в чем дело. Интересное было, конечно, вот с тобой встреча, там, это все. Но я же, раз не принял тогда православие, когда ты мне предлагал московскую патриархию, я же был с тобой в соборе, когда мне сказали, а, нет, ты мне сказал, ну, ты зайди, там, маслом помашься, там, да, в субботу, по-моему, было, да? Вот я зашел, встал в очередь, подхожу, а там надо же целовать икону, и трест. А я не целую, и сразу подхожу, дом помажет, маслом-то, а там два сторожа стоят, и они мне не подпустили. Я говорю, так вот, я говорю, что это, стегляшка спасет, что ли? Ну, они мне зашили, и дальше, ну, и все. Вот, и я думаю, и там ничего нет, значит, нигде ничего нет, и я вернулся на круги своя. Вот и все, только лишь. Долго наш разговор может затянуться, я тебе могу еще сказать про мормонов. Хочешь, нет? Скажи, поснись, темни. Смотри. Смотри. Вот. И тогда я живу много лет уже, вообще ничего. Вот. И однажды из метро поднимаюсь на эскалаторе и смотрю, там, значит, баннер такой развернутый. Ну, я вижу, Иисус Христос нарисован-то. А внизу написано Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Ну, я иду, смотрю на Христа, а миссионер потом мне подошел. Ну, что вам интересно? Да, да, вот это так, вот это, дай телефон. Я им дал телефон, он мне позвонил, он пришел, ну, и все. А потом, я думаю, когда я все это прочитал, книгу Мормона, за неделю я все прочитал, ну, там нет ничего такого, ну, мне показалось, что ничего такого нет, ну, противоречива, вере в Бога. Вот, и все, только по-разному, верят, по-другому, ну, и все. Думаю, ну, и что? Так у меня будет общение с людьми, я могу Богу хоть вызывать там тогда с ними вместе. Вот, и я стал ходить, стал ходить, стал ходить, они говорят, ну, вот десятины будешь платить, вот, малахи, там, я говорю, ну, без десятины нельзя, нет, нельзя. Ну, я говорю, ну, буду платить, ну, и что дальше, вот это дальше, ну, да я говорю, ладно, я на все согласен. Они меня крестили, это уже третье мое крещение было, потому что первое крещение, мать меня крестила, в городе Камни-на-Аби, в каком храме, я не знаю, но она мне крестила, и записали, ну, она уже, я родился под воздвижение, это 26 сентября, а в паспорте у меня стоит 16 октября, значит, она после там, когда смогла, принесла мне, зарегистрировала, и там написали 16 октября, ну, и согласен я, и с этим, ну, и все. Ну, вот я принял там второе крещение, третье крещение принял, у мурмонов, ну, и что, может быть, чем больше купаешься, тем чище становишься, ну, а после того, я, ты уже понимаешь, что я с ними долго общался, очень долго общался, был, ну, там, как по ихному усмотрению, значит, там был учителем, потом президентом воскресной школы, потом был советником президента ворума священства, ну, то есть, я ввел духовную жизнь полностью, вот это все. Ну, я, конечно, Библию, Евангелие, больше я знал, я это все, ну, и книгу Мормона, значит, я там тоже, значит, это все принимал, ну, смотрю, что, почему, ну, понимаем, соглашался, просто соглашательское, самое такое было, потому что там, в ихних, в книге Мормона, значит, там написано, сейчас точно уже не могу сказать, но приблизительно, а они говорят, мы веруем, что Библия, священное писание, но, запятой нет, священное писание, постольку, запятая, поскольку переведена правильно, это меня возмутило, я, конечно, был с этим не согласен, потом другой постулак, мы верим, что книга Мормона истинная, ну, ясно, теперь, мы веруем, что, как сказать, восстановление Вечного Евангелия, что Новый Иерусалим, Новый Иерусалим, будет в Америке, на что я думал сразу автоматически, думаю, если Новый Иерусалим в Америке, тогда и престол сатаны тоже будет, будет в Америке, вот чем дело-то. Ну, опять я не обращал на это внимание, особенно, думаю, ладно, Бог с ним, мне общение нравилось, хорошо, общение, потом меня пригласили работать, я работал, ну, работал честно, хорошо, отлично, все было нормально, никогда я так не работал, честно, откровенно, так вот, никогда, нигде, а вот там почему-то так получалось, что все хорошо, я думаю, благословенно, хорошо. Так вот, где истина-то? Истина, я думаю, только во Христе, Иисусе, вот и все. А где человек обратился? И с какой целью? Еще очень много бывает, с какой целью обратился человек? Вот в чем дело. В этом, по поводу этого, в Евангелии сказано, надеющиеся на Христа только в этой жизни, несчастнее всех человеков. Вот и все. Вот пока мое такое повествование о себе. Ну, это спонтанно просто так вот. Хотел попробовать услышать тебя, настроить канал связи, но пришлось, видишь, о чем даже говорить больше всего. Я не требую, то есть не прошу, вот сейчас от тебя, допустим, ну, толкование, как там говорим, ну, резюме, на все эти мои действия. Это же все пред Богом идет. Весь разговор пред Богом. Все наши слова пред Богом записываются в памятную книгу. Все наши действия. Это я прекрасно понимаю. Если я говорю откровенно, значит, я признаю то, что я, допустим, в чем-то, ни в чем-то, просто вообще. Но я же тебе сказал, что я был вынужден ради общения с людьми, которые говорят о Христе. Я к мормонам пришел только из-за этого. Только. Я не хотел вообще-то, но я вижу, что это вот не то, вот это не то, ну, допустим. Но в основном все хорошо. Вот и все. Я покаюсь пред Богом, я и сейчас каюсь пред Богом, что, Господи, ну, я вообще-то вот, ну, так вот, ну, прости меня. Вот и все. Так могу сказать. А сейчас уже, ну, сейчас я уже, ну, вот и немощный, уже сейчас, и вообще так вот, ну, и потом ты меня, я вот, когда из Москвы-то уезжал, я ведь хотел поехать из Москвы, потому что надоело мне вот этот Вавилон, и эти Эфиопы кругом, куда не выйдешь, Эфиопы, их больше, чем москвичей. Я москвичей имею в виду, это белый человек. А Эфиопы, это вот все те, хамовое племя. Таких больше в Москве, чем белых человеков. Мне это надоело настолько, вообще все. Я хотел в Дубну. Потом есть город Дубна, там, где построен был первый атомный реактор, ну, потом городок такой научный, прочее, все. Потом я по картам посмотрел, там озера, и потом это севернее Москвы. Думаю, там прохладно, жары я не люблю. Наверное, мне придется в этих жарких-то местах после смерти быть. Вот я чего боюсь, в Дубну думаю. Я там уже нашел квартиру, девятиэтажный дом, одна комната, квартиру с лоджией, в общем, кирпичный дом, все. У меня все было к этому, переехать туда, в Москве продать квартиру, а там купить, в Дубне. Ну, а потом вот с тобой, ты тебе письма-то писал, да потом позвонил, переговорил туда, все прочее. И потом меня потянула вот эта вот родина. Все равно я родился-то здесь, на Алтайской земле. Все мои корни-то на Алтайской земле. Как у тебя, так и у меня. У тебя в Потеряевке, а у меня в Михайловке. Михайловский район, Морзагул, по-ранжескому назвать, когда мои предки пришли туда, вот Михайловский район, озеро там, а за озером лес, там стояла одна юрта, и жил казах Морзагул, его звали, Морзагул, Морзагулка, вот и все. И мои предки поселились там, на берегу озера. А в эту сторону, в степь бескрайняя, земли сколько хочешь. Вот и все. И я по документам потом нашел, на Льва Толстого, что ли, 70 архив, и там нашел бумаги, которую держал мой дед. И там со слов деда написано, откуда он прибыл, из Тобольска, переселенец из Тобольска. Так вот он, старообрядцы они, они обижали. Сейчас я вспоминаю, и с братом разговаривал, и говорит, так в этой, были они, в Подмосковье там, ой, сейчас, подожди, потом вспомню. Вот, они в Тобольск, как старообрядцы, их гнали, стулы они, вот, стулы, моя мать, стулы они. И когда их погнали оттуда, они бежали в Сибирь, и добежали до Тобольска. И в Тобольске остановились. И в Тобольске-то они построили, вон какой храм там, старообрядческий, это вообще там все, ну, там основались капитально, а потом стали дальше гнать, они побежали сюда, и вот на Алтай пришли. Вот и все. Так у деда-то было, до революции, я не знаю, две тары, овец, стада, стада коров, да и нет, заимка там была, пасека была, там, значит, прочее все там, маслобойка какая-то была, там, в общем, все там, пшеница, овес, вещмей, пшеница, овес, роза, вот что, сено, косили, все, лошадей много было, вот что дело. Два казаха были в работниках. Дед был такой, значит, человек, который двух казахов содержал в работниках, которые пасли овец, две тары овец пасли. Ну, вот и все. А уже по 14, по 17 году, после революции вот этой, февральской, а тут же мировая война началась, и там, собственно говоря, уже, наверное, на войну отдали скот, отдали лошадей, отдали еще что-то, да, и вот уже в 17 году-то, там у него уже только 39 голос кота. Ну, совсем мало. Ерунда. 39 голос кота, там лошадей, там 3-4 написано, да, коров сколько-то, 7-8, там, в общем-то, обед, там, в общем-то, в общем-то, в общем-то, мелочи, ерунда. Но мать-то рассказывала войну, в Новосибирске мы жили в войну, так вот, она, мать-то, голодными ночами рассказывала, как жили раньше. Ну, а раньше как жили? Так, ой, да у нас сколько было, ой, да сколько мы, уток-то не считали, куриц-то не считали, гусей-то не считали. Вот гуси там осенью, значит, с озера, башки поотрубали, там, за счет этого теребить, нужно теребить, потом это все, и в амбар, значит, тушами складывают, 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 замерзают, замерзают, вот это все. Удивительно было, когда мы получали пайку, 300 грамм хлеба черного в войну, и ничего жрать больше не было, вот это все. Вот, а она рассказывала, как раньше жили. Ну, вот и все. Так вот, мои предки, значит, там, и твои, так же, предки потеряете, вот и все. Мы с тобой где-то родственные, то что вообще-то немножко, но может кто-то. Пожди, Малей. Володя пришел. Ну, хорошо. Хороший человек-то, работник хороший. Молодец, он говорит, да. Так вот, толп, это тоже белокринецкого, мать говорила, белокринецкого толпа, ну, вот и все, старобряться. отец научил меня читать псаутырь. Вот это псаутырь я умел читать, отец меня научил. Ну, вот ты говоришь, что раньше Евангелия там не было, да нет. Вот у отца было маленькое Евангелие, вот и она, только маленькое, но он мне не давал это. Там было по-русски, но он мне не давал это. А вот псаутырь я читал. Вот и все, он меня научил читать. Вот и все такое было. Фронтовик, отец, все прочее. Четыре войны прошел. Инвалид, ветеран там против, то есть, ну, наше все. Мое повествование ты записал. Я знаю, у тебя стоит камера-то. Ну, записал, записал, ну, ладно, записал. У меня такая поговорка. Дело хочет. То есть, мне все равно. Записал ты, не записал. Записал, хочешь выставляй, хочешь нет. Просто мое... Молодец. Молодец. Михаил Федорович. Посмотри. Опять. Я тебе только что говорил. Не зовите меня, Михаил Федорович. Зовите деда Михаева. Ну, дядя Миша тоже согласен. Ну, согласен. А вообще лучше собака, пёс ты смердящий. Ну, мы тебе еще помогаем, а ты еще что-то и репенишься. Картошку не ту принес. Я сегодня Володе звонил. Я говорю, ты завтра приходи. У меня картошки. То есть, это нужно свеклу. Нужно, это, лук нужно. Вот. А картошку тоже, значит. Пусть рюзак, рюзак, Володя, рюзак возьми. Мы ведро картошки купим на базаре, свеклу купим, лук купим. Вот в чем дело, да. Потому что ты принес картошку. Я знаю, помидоры ты принес. Молодец. Слава Богу. Я их ем, помидоры. Но они на месяц раньше было бы еще лучше. Ну вот и все. Вот так. Так что надо будет. Я сегодня проверяю, Володя, вот этот скайп, так можно поговорить. А то по телефону Игнатьеву плохо. И науто действует. Ну так и лучше поговорить, когда там так. Ну что-то хорошее может он там взять, записать, хоть выставить. А уж разговор-то так, ну как хочешь, собственно говоря, ну отрежь немножко. Я этого не делаю никогда. Не делаю. Понятно, все целыми кусками, как есть. То есть я не приукрашиваю, не зализываю. Тогда слушай дальше. Вот я смотрел ролики и смотрю, как ты пластаешь этот лук, выкапываешь. Выкапывает, выкапывает луку. Напластал, смотрю, одна грядка, троя грядка, луку. Ну думаю, так о чем мне лук-то покупать? Вот теперь Игнатий то так привезет луку-то там так это самое и будет это Володя приносить. А Володя не принес. Теперь я видел, значит, морковку там. Надежда-то, морковки в руках две держит. Там такие морковки, вот такая вот я люблю. Такая вот не остроносная, а такая полная вот это все. Думаю, так морковки-то, ну это самое. А потом я дозвонил, а Володя говорит, так это морковка не наша, это матушки, ну это прочее. Ну я вот, ты позвони, матушка, если там продастся, он там может, так и все. Ну я Игорю позвонил, я говорю, Игорь, ну, это самое, у матушки, купи там килограмм пять, потому что мне вот семь вилков лежат больших, засолить капусту нужно и нужно морковка хорошая и засолить с морковкой. А если можешь больше, привозить десять, я заплачу, сколько матушка скажет, там килограмм стоит, тридцать, сорок рублей, я заплачу. Вот чем дело-то. Ну вот я не знаю, он в пятницу Игорь приедет, привезет морковку или нет. Если не привезет, значит, вот семь вилков лежат в лоджии, мороз сегодня там пять-шесть, завтра может десять быть или когда там, ну, после воскресенья наверно повысится температура, значит, капуста замернет, пропадет. И то, что я там пятьсот рублей за капусту отдал в магазине, и то, что Сережа привозил, помогал мне, привозил на машине на своей и три арбуза таких здоровых, арбузы очень замечательные, здоровые, были арбузы, говорят, казахстанские там, ну, вкусный арбуз, я это все съел. Ну, вот, и все, а тогда, значит, капуста пропадет, выброшу, да еще, Володя придет, переташкает, мусор, вручу, все, все, но с этой морковкой, которая на базаре, я не хочу из принципа, потому, что я видел на базаре, вот, продают на лотках морковку, морковка продается, я вижу, каждая другого сорта, другого, а рядом базар, еще прилавок, и там пакеты удобрений, вот, ну, маленькие пакеты, как листовой, лавровый лист, пакетики такие, и стоят удобрения для морковки, для помидор, для все, все прочее, то есть, сыпь, разводи и поливай, я понимаю, что я беру морковку на базаре, откусываю, гряй, ну, и все, новая морковка, самая дорогая, новая морковка, там, прутики такие, ну, и что, она выросла под действием вот этого наркотика, и все, и больше ничего, а вот та, которую ты копал, морковку, это морковка. Я поясню, что там была нужда в работнике, никого не было, я побежал в одно место, отработал в другом, а моего там ничего нету. Я это понял, что огороды, это не мое, я просто помогал. Ну, и все, ну, а я-то вообще со своего простоды растислил, то есть я, ну, как бы не понимал, я уже говорил Володе, что, я говорю, ты поедешь там в деревню, там посади несколько кустов помидор, посади там несколько луков, посади там это, но он это, естественно, он не делает, и он не для этого призван, у него призвание другое. Вот, а когда я видел, что ты копал лук-то, выбрасывал это, а я смотрю, пель, это вот такие зеленые, думаю, ну, это ж надо же, а этот Женя мне привозит, я ему 500 рублей отдавал, этому Жене, там, вот, полпакета, там помидор несколько, огурцок несколько, да, кабачок такой вот, значит, да, луку, травы, я говорю, у этой крапивы там еще, ну, в общем, что-то такое, я ему 500 рублей давал, каждый раз, я говорю, привози, привози, последний раз он мне привез, там вообще такое, я говорю, ну, и что, сколько ты думаешь стоит это, он говорит, ну, 300 рублей дашь, я говорю, ну, на 300, больше не надо, не привози. И как и с молоком, вот, теперь про молоко, то я по телефону тебе говорил, а теперь раз записывай, что значит, и все, я два раза смотрел ролик про это, про стоквашу, про это, ты сказал, в одном случае правильно, в другом неправильно, ну, ладно, Бог тебя простит, ты меня просил прощения, я тебе говорю, Бог тебя простит, все, но ты сказал, я, что, вот, если молоко охлажденное, оно теряет свои витамины, свои субстанции, и из него простокваши, то не ждать нечего. Так вот, это правильно. Вот, если охлажденное молоко привозил, Женя, привозил охлажденное молоко, из него простокваши не получалось, а вот, которая бутылка попадала, свежее молоко, не успела охладиться, или как там, да, из него простокваши получалось, из пяти бутылок, две баночки, в двух баночках, налита из каждой бутылки, в пять баночек, в двух баночках простокваши, а в трех нет простокваши, хоть сколько будет стоять, все равно, ну, сметана вверх поднимется, вот и все. И из этого я, значит, перешел к Игорю. А Игорь тут тоже что-то говорит, ни то не по делу, потому что я сказал, я знаю, что или что-то делают, или добавляют, или что-то. Я Игорю просто сказал, я говорю, привези мне шесть бутылок замороженных, одну бутылку, пять бутылок замороженных, а одну свежую. Он говорит, ладно, и вот он мне привез, свежую бутылку он привез, я сразу налил пол-литровую баночку, и там получилась простокваша, а пять бутылочек, но они не совсем замороженные. Я говорю, так надо ты дольше держи там их, чтобы они желтые были. Он говорит, ладно, но я полузамороженные в холодильник морозил, пополошил, они стали желтые, все заморозил, и я их вот до сих пор, до сего дня пью это замороженное молоко. Я знаю, что молоко замороженное, и потом растаявшее, нормальное молоко, вот и все. А простокваш только летом, надо пить ее, когда жарко, вот и все. Я только из-за этого а так мне, собственно говоря, не важно. Но насчет того, что вот я сказал, потеряевское молоко хуже финского, это ты сказал. Я этого не говорил, что потеряевское молоко хуже финского. Финское молоко я пил с 95-го года. это Калинка Стопман магазин был тогда в Москве, один, и там продавали за доллары, а я возил американку, женщину, и она делай, и она, значит, покупала мне, Миша, что ты хочешь, я говорю, ну, там, все прочее, она мне покупала. А потом я стал получать долларами, я покупал сам. Так что я знаю, финское молоко очень прекрасное, сметана, творог тоже, сыр, замечательный, мягкий сыр, такие кругленькие, болваночки маленькие. Послушай, Послушай, я получил письмо только из Америки, знакомой, и она пишет. 15 лет, каждый день проезжаю мимо фермы, и никогда не видела коров на полях, и травы нет, а вот эти белые пластиковые тюки с искусственным кормом. Коровы всю жизнь проживают в стойлах, сегодня прослушала беседу о проблеме с молоком. Это наше, о которой ты говоришь. Поэтому тут же сделала фото нашего молока обязательно в очень белом галлоне. Молоко очень сладкое и с витамином Д. Срок хранения 6 месяцев. В Москве уже продается и называется долгоиграющее, в кавычках, молоко. На следующий день после указанного срока, после 6 месяцев, молоко превращается в горькую жидкость. Сделать кефир или творог невозможно большими буквами. Покупается все в магазинах. Это бизнес. Она на этот ролик вот так откликнулась. Молодец. Она правильно говорит. Она правильно. То, что вот она говорит, о чем, я совершенно согласен. Я даже этого молока вообще пить даже вообще не надо есть его. Потому что я знаю, в Америке есть молоко вообще другого дела. Оно не от коровы. Там не от коровы молоко, да. А молоко из сои делается. Вот в чем дело-то. Ну, вроде как бы вот этим американцам, которые такие вот тормоганы, грушеподобные, чтобы сбросить вес или не жиреть дальше, а не значит соевое молоко там пьют без градусов, без жирности там, ну, все. Я пробовал это дрянь вообще. Вот и все. Так что отклики могут быть разные. Но вот то, что ты неправильную информацию вывел, и вот это вот не совсем правильную. И если я бы находился вот в то время среди вас, я бы это сказал, и сказал бы, Женя, ты что говоришь, я тебе вот так, Игорь, ты что говоришь, я тебе сказал вот так, мне сейчас не надо, чтобы была простокваша. Я ему сказал, ты мне привези замороженное, а они понимают, что я вроде из замороженного, которое Игорь привозит, буду делать простоквашу. да я дурак совсем в среде вот вас там я оказался дураком. Из замороженного хочет делать простоквашу, и не получается. Из-за этого потеряю свое молоко плохое. Ну, что вы, я не говорил этому. Плохое молоко потеряю. Сладкое молоко, если оно свежее, все нормально. А если я хочу простоквашу, но из него не получится. Из охлажденного молока, или добавленного соды туда, или там еще несколько вариантов есть. Это мне женщина одна рассказала, которая работала на гормолокабинаде в Барноволе. Вот и все. Много причин, как можно сделать. Все, уже мы поговорили. Отпусти меня. Ты проверил, скайп работает. Так, теперь я тебе скажу, когда тебе можно будет заходить, если ты пожелаешь. Возьми для себя пятницу. Пятницу примерно вот в это время. Где-то пометь себе, потому что у меня там все занято, и я тебе окно оставляю. Понятно. Я возьму это в пятницу. Пятницу, ну сейчас минутку, подожди, посмотрим. Так, сейчас пять. Ну вот, через час. Вот как сейчас есть, замечу, надень сейчас позже. У тебя пять? Так, шесть сорок восемь здесь. Ну, семь, семь. Поставь, ровно в семь. Каждую пятницу в семь часов можешь звонить мне, потому что у меня все абсолютно занято, и я окно оставляю. с Богом. Благодарю, что позвонил. Я тебе очень обязан. Послушай, когда мы были в Москве, доставали пленки, как ты на этой поливальной машине, на которой имел доступ на Красную площадь, и ты как возил нас везде, и как я ходил в метро, боялся потерять, вся руку тебе в карман засуну, я говорю, не отстану. А ты меня везде таскал и возил. Я тебе очень благодарен всегда. У нас с тобой еще будет время поговорить и вспомнить нам в сад Митрия. У нас какая была работа, то мы сидим в бочке, где вода у тебя была, и сидим там с этими коробками пленок, и только вверху видно высотное здание. А потом таскаем к тебе, соседи смотрят, и ваша теща боялась, говорит, ой-ой-ой, увидят, что бы не было. Ну, они высказали такое мнение, а сосед говорит, Михаил, Миша, ты мне одну коробку сделай. Он думал, что там. Он даже не знал, что. В москвичи обычно становится, когда видят что-то, и становится в очередь. А он мне говорит, ты сделай мне одну коробку. Он думал, что там. Я тебе скажу, в Москве я видел, очередь стоит. Но я думаю, очередь стоит не зря. Я взял, очередь встал. А потом спросил, говорю, а что тут продают? Они говорят, туалетная бумага. Я задом, задом. Туалетная бумага. Я сроду не слыхал, что ее продают. Есть такой разговор. Один услышал запах жареный-то. И он говорит, я бегу на шашлык. Пришел, а там осла клеймят, товро ставят. Подставляй, говорит, тебе поставят на холку. Ну все, с Богом. Все понятно. Давай, отключайся. Первый. Благодарю тебя. Ладно. Будем общаться. Вот я вижу, ты прямо вздрогнул и по-молодецки. И вспомнил нашу юность почти. Если с нас бросить 40 годов, как раньше... Тебе 81-й год уже. А мне только 77-й. Слушай, я что вспомнил? Слушай, я что вспомнил? Где мы бывали-то? Ах ты, водитель. Я же сказал, мост разобрали, препятствия. Но ты мне ответил так, что я твои слова все время... Я говорю, когда я был в Москве, Михаил Федорович так сказал, говорит, какое это препятствие? Что это, Хаспийское море, что ли? Да мне, говорит, хоть 70 километров, я вокруг объеду, тебя повезу. А еще случай-то был, когда я поехал в Ригу, я вспоминаю его, случай проведенческий. И мне надо было встретить тебя, взять интервью у тебя. А где я тебя найду? То у меня уже билет. Я был у брата, у Самуила старшего. И он меня выгнал. Стал говорить ему о Боге. Он говорит, пошел ты отсюда. Мазерка моя. Я бегом, бегом, бегом. И забегаю в метро, бегом, бегу со всех ног. Вагон открывался, я в первый вагон забегаю, на сиденье плюхнулся, и ты рядом сидишь. Вот это была встреча. Это в Москве. И вот так, чтобы там меня турнули, и точно в один вагон, это не бывает так. И тогда тут уж мы с тобой насладились общением. Вот здесь это Господь нас ввел. 12, там 10 миллионов в Москве. Водно. А вот у тебя что-то сломалось, ты поехал среди дня за какой-то деталью, что ли, к машине-то. А меня выгнали, и вот в одном метро, я бежал-то бегом, я бы мог и не успеть на этот-то. Или съесть в другой вагон. И только сел, плюхнулся, глянул, ты сидишь рядом, обнимай, целуй его. Вообще. Кому расскажи, люди не поверят даже. Все это проведение. Я думаю, Господь ведет нас, каждого человека ведет, вот неисповедимыми путями. Это ж нужно было встретиться. А тут слушай, какой случай был. Я сейчас не знаю, в каком городе, вроде в Москве, приехал Юрасов, Архимандрит, Амвроси. Ну и надо было позвонить. Я говорю, тогда будки были, копейки туда опускали. Я говорю, трубку снял, говорю, и слышу, двое разговаривают. Двое разговаривает и разговаривает про его книгу. И один говорит, этот Юрасов, говорит, тот написал так, а тот так. А я говорю, слушаю, про меня разговаривают. Я говорю, ребята, вы оба не правы. Вот что я хотел сказать. Вообще нельзя придумать даже. В Москве так было, могло быть. Если фонов было много, связь барахтила. И можно было попасть в другое. чтобы на телефон подойти в будку в какую, и чтобы двое разговаривали про тебя, ну, это вот что. И про его книгу. Вообще это на миллиарды, нельзя, не на миллион, на миллиарды, это вероятность такая невозможна. Да. Ну, все, с Богом, отмечайся. Благодарю. Хорошо. Так, я в труп побросаю, красную нажимаю. Спасибо. brusca. Спасибо.